В этих условиях мы стали предпринимать соответствующие меры. То есть нужна очень четкая протекционистская политика, которая запрещает, допустим, сейчас 26 мая будет запрещен ввоз российских автомобилей, белорусских автомобилей на рынок Азахстана. Мы должны поднимать свою автомобильную отрасль. И так по многим наименованиям товаров. То есть даже не факт, что Евразийский экономический союз он будет способствовать развитию Казахстана в большей степени, чем мы сами, благодаря своей этой программе, которую выдвинул президент, это сделаем. Я думаю, полагаться на Евразийский экономический союз не надо. Надо полагаться прежде всего на себя, на свои национальные интересы, продвигать свои национальные программы. Программу газификации закончить, создание единой системы электроэнергетики создать, единую сеть автомобильных дорог, чтобы не зависеть ни от кого абсолютно. Потому что это важные вопросы национального суверенитета, национальной независимости. Сергей Достанович, что Вы думаете в части конкуренции, о которой говорит Валихан Тиболевич, когда запретить ввоз автомобилей и ряд других товаров, чтобы защитить внутренний рынок? Насколько это будет добросовестная конкуренция в таком формате? Я не только по этому вопросу, о том, что он говорит, что создали сверху, а не снизу. Я весьма согласен с нашим уважаемым Валиханом. Дело в том, что Евразийский экономический союз не родился в один день. Ведь ему предшествовали еще союзы, которые были перед этим. Я конкретно знаю, начиная с 1994 года, вначале, когда были центробежные силы, так сказать, главенствовали, он первый предложил Узбекистану и Казахстану объединиться. Потом он к этому присоединился Кыргызстан, потом Таджикистан. Потом мы создали централизацию экономического сообщества из этих. К нему потом присоединился в качестве наблюдателя России. И потом это все превратилось в Евразийское экономическое сообщество. И постепенно там была создана правовая основа. То есть это не в один день. Там и отраслевые были соглашения, и межотраслевые соглашения, межгосударственные соглашения. Были советы по образованию, советы по медицине, советы по машиностроению, советы по таможенным вопросам и так далее. И только после этого Евразийское экономическое сообщество как бы плавно перетекло в Евразийский экономический союз. То есть это то, что при подписании показывали, три огромных тома, которые тысячи страниц договора тогда, три тома, это не родилось в один день. И это действительно там участвовали. И, как говорится, и многие экономисты всех этих, не только трех государств, но и всех пяти этих государств. Поэтому там много вопросов. Но то, что говорим о запрете, это, конечно, здесь много вопросов связанных, и как их решать. Может быть, и параллельный импорт здесь развивать нам, как он правильно сказал. А запрет, ну, одними запретами, видимо, дело не поможешь. Пусть наше автосборочное производство там снижает себестоимость. Пусть энергоемко у нас пока производство слишком. Пусть они снижают затраты электроэнергии, затраты труда и другие. И тогда они будут. Я, например, когда вот эти полгода там завезли, сколько там, 40 тысяч или 45 тысяч автомобилей, ну что, разве народ проиграл, выиграл? Да, с этой позиции выехал. И я считаю, что здесь одними запретами не поможешь, надо развивать собственное производство, он прав в этом. А с другой стороны, когда говорят, что надо развивать только наше, и мы больше для нас играет, я бы сказал, что Евразийский экономический союз — это наше будущее. Просто так совпало, что экономический кризис и создание Евразийского экономического союза в один момент. И как-то получилось, что он не продвинул нашу экономику, а попали мы в такой небольшой цветной нот. Но еще раз говорю, соседи не выбирают. С одной стороны у нас Россия, с другой стороны у нас Китай. Мы вообще находимся в очень хорошем транзитном положении, поэтому это надо использовать, наверное, и больше открытости, и использовать наш транзитный потенциал нашей страны. Сергей Достанович, как может развитие инфраструктуры и транснациональной коридоры, о которых говорилось на форуме, и перспективы промышленности, насколько это благоприятная будет ситуация, чтобы бизнес, который сейчас планирует работать в этом направлении, в этой сфере, мог просчитать, насколько выгодно заниматься именно этим направлением? Нашему бизнесу сейчас, я согласен в этой точке зрения с Валиханом, что нашему бизнесу промышленности будет очень трудно, потому что большие транснациональные компании, которые есть в России, я уж не говорю про Китай, где самая дешевая рабочая сила вообще в мире, и многие западные компании переносят туда свои представительства, то эффект крупных национальных компаний России, они, конечно, будут давить на нашу промышленность. Здесь есть опасность того, чтобы наша промышленность не забуксовала, если не встала отдельной отрасли. Но у нас в договоре есть такие, я бы сказал, лазейки, через которые мы можем работать и какие-то ставить небольшие барьеры, взять для себя тайм-аут во времени, чтобы развить эти отрасли. Но если в глобальном масштабе смотреть, если наши предприятия не удержат конкуренции с белорусскими, с российскими товарами, о чем говорить тогда, когда мы вступим в ВТО, что будет? А что Вы думаете, Владимир Владимирович, по поводу перспективов? Я не думаю, что таможенный союз — это такая панацея. Легче вступить в конкуренцию с такими соответствующими развитиями странами, которые существуют и в Европейском союзе в том же. Там очень много этих стран, особенно постсоветских. Они показывают определенные очень хорошие результаты, интеграция между ними идет на очень хороших, правильных принципах и позициях. Поэтому я не думаю, что наш Евразийский экономический союз показывает такую стабильность в соблюдении принципов. Если он этого не будет делать, то упадет. Мы упываем на то, что Россия вступила в ВТО, но Россия сейчас находится под санкциями. Значит, эти достижения России, то, что она является членом ВТО, они не могут к нам прийти. То есть нам в любом случае сейчас надо вступать в ВТО, переговоры о которых уже Казахстан ведет черти знает сколько времени. Эти вопросы до сих пор стоят на месте. И они бы могли очень много дать народу и в плане дешевизны автомобилей тех же, если бы убрали эти пошлины, которые существуют и в Евразийском экономическом союзе. Я весьма уверен. Киргизия еще раньше вступила в ВТО. Однако мы видим, что творится с киргизской экономикой. Она достаточно неплохо сидит. Ей нужны только дешевые углеводороды от нас, зерно и все. В принципе, они себя там кормят. Другое дело в том, что нет такого потенциала развития, который был у Казахстана в свое время создан. Вот этого нет. Конечно, это и не помогает Киргизии развиваться так же быстро и так же уверенно, как и Санкт-Петербург. Возьмите соседний Узбекистан, в котором темпы роста экономики, где я был два раза уже наблюдателем на президентских и парламентских выборах, рост экономики составляет 8,1% без учета кризиса. То есть они считают, что их вообще кризис не коснулся, потому что они развиваются самодостаточно. Они не упывают на помощь каких-то постсоветских организаций. Узбекистан в большей степени, я скажу, десоветизировался, чем мы в данном случае, поддерживая формат. Другое дело, надо рассматривать Евразийский экономический союз как тоже форму дальнейшего расхождения национальных интересов. Это культурная форма, это правильная форма, держаться надо, но тем не менее, прежде всего в приоритете это соблюдение национальных интересов, строительство собственного национального рынка, услуг, товаров, рабочих сил и капиталов, а уже потом все такие вот внешние проявления этого. У нас остается несколько минут до конца эфира. Сергей Достанович, давайте закончим с того, с чего и начали, по экономическому форуму в Астане. Как Вы считаете, насколько он был полезен для нас, несмотря на то, что это диалоговая площадка, что мы можем ожидать плодов от этого форума? Прежде всего, я хочу сказать, что с каждым годом значимость этого форума во всех смыслах возрастает. Во-первых, состав участников выступлений, присутствие не только экономических кругов, но и банковских кругов, и политических деятелей, и лауреатов Нобелевской премии. Это говорит о многом. Например, наш президент Евразийского банка развития, господин Панкин, выступал на двух-трех секциях. К нему было очень много вопросов. Лауреаты Нобелевской премии отвечали на многие вопросы. Очень была интересная дискуссия, которая, правда, в этот раз интересна, что форум проводил не только в Конгрессе, в Холле, но он был и в гостинице, и в Мариотте. Там очень хорошая секция была о таможне и бизнес-партнерстве между ними, которую возглавлял министр финансов господин Султанов и представитель комитета госдоходов господин Иргожин. Там очень была интересная дискуссия по поводу партнерства между бизнесом и таможником. Вы понимаете, что они разные. Еще одна секция работала в Евразийском университете имени Гумилева, где и студенты участвовали, аспиранты, профессорский преподавательский состав в этих дискуссиях. Для них это было и познавательно, очень много выступлений. Ну, когда увидишь живого лауреата Нобелевской премии, слышишь, о чем он говорит. Это не только для студентов, это и для профессорского преподавательского состава было. Я думаю, что такую практику надо поддерживать и в дальнейшем практиковать. Ну, естественно, большое значение имеет выступление самого нашего президента. Оглашение его основных принципов и основных шагов, которые будут в будущем, оно дает какую-то стабильность нашему обществу и позволяет народу видеть, куда мы движемся и как будем двигаться, какие будут у нас интересы. Спасибо за участие, Сергей Достанович, спасибо, Валихан Тиболевич. Будем рады видеть вас в других выпусках «Делового времени» на нашем канале. До встречи. Спасибо. Растущая международная торговля требует новых направлений для Азии. Важную роль играют сухопутные коридоры в Европу и у Казахстана. В этом направлении появляются новые возможности. Вы смотрели индекс недели с Магомедом Аслахановым. О перспективах республики говорили с экономическим аналитиком профессором Валиханом Тулешевым и профессором доктором экономических наук Сериком Примбетовым. Берегите время. И оно все растает по своим местам. Скоро увидимся.